Меня зовут Сидни Райт. Когда я была младше, я прошла через сексуальную травму. И я не знаю, она ли меня потолкнула к мыслям о том, что со мной что-то не так, или может быть из-за того, что во мне образовалась внутренняя пустота, я чувствовала то, что должна была чувствовать. Когда мне было примерно 17, я начала наблюдать за трансгендерами в социальных сетях, и каждый, кто сделал это с собой, выглядел потрясающе. Та травма, которую я пережила, и все это в соцсетях, одно накладывалось на другое. Они говорили, это то, что мне было нужно, то, что дополнило меня. Я сказала себе, вот чего мне не хватало, я хотела чувствовать себя наполненной, хотела снова ощутить целостность. Знаете, я была закрытой от мира, была лесбиянкой, моя семья против такого образа жизни. Они очень религиозные, и я не хотела их разочаровывать, но уже разочаровала, когда совершила свой камин-аунд. Мне казалось, люди, которые были трансгендерами, гуляли по улицам со своими подругами, и никто не знал, что они на самом деле геи. Я думала, это мое, вот почему я одевалась как парень, вот почему я предпочитала мужскую спорт, вот что со мной не так. Я решила, что это знак, что это поможет решить мои проблемы внутренние. Я обратилась за помощью к терапевту. Я рассказала ей, что у меня была травма, что мои родители развелись. Рассказала ей все эти вещи. Все эти вещи, как красные флаги. Она должна была насторожиться и остановить меня. Я рассказала достаточно, чтобы заставить ее сказать, подожди, давай улыбимся в твою проблему. Нам нужно туда погрузиться, прежде чем мы приступим к гендерному переходу. И ничего этого не произошло. Еще никогда никому не давали отсрочки в этом деле. Я прошла шесть сеансов в терапии. Они длились около часа. Некоторые короче. И потом я получила запись о мужском гендере. И она отправила меня к врачу. А врач в Атланте, я дала мне письмо. А он даже не открыл его. Не читал, что в нем. Даже не взглянул. Он сказал, хорошо, сегодня я вытащу тебе рецепт. Я удивилась, что вы не сделаете мне первый укол, он усмехнулся. Нет, просто вступай домой и посмотри видео на Ютубе. Расперешься сама. Колись, не бойся. Ты не сможешь себе навредить и убить себя. Он ни слова не сказал мне о побочных инъекциях. Он не предупредил, что тестостерон сам по себе не оставит мне шансов ни детей. Я пришла домой. Восемь месяцев я делала уколы в живот, вводила инъекции подкожно, хотя нужно было колоть бедро внутримышечно. Это уже само по себе было грубой ошибкой. Но я понятия не имела об этом. Каждый раз, когда я заходила на консультацию к врачу, он проводил со мной не более трех минут. Там постоянно все толкались, столпились, бегали туда-сюда. Когда я оглядываюсь назад сейчас и понимаю, это должно было меня отрезвить. Но когда погружаешься туда, начинается мощная промывка мозгов. Я хотела сделать себе двойную мастектомию, то есть полное удаление груди. Я говорила со своим гинекологом по поводу удаления матки. Она была полностью за, она меня одобряла. Ты можешь сделать это в любой момент, когда захочешь, говорила она. Обычно рекомендуется подождать до 25 лет, или по крайней мере до того, как ты не родишь твоих детей, чтобы ты была способна трезвать, оценивать происходящее. Но мне было всего 17 лет, а гинекологи подталкивали меня. Они должны были убедиться в том, что у меня стабильный дом, стабильный доход, стабильная психика, что у меня есть хорошая система поддержки. Они должны были во всем этом удостовериться, прежде чем назначать гормоны. Потому что если у кого-то, повторяя, проявляются суицидальные признаки, переход нужно немедленно остановить. Все это мне говорили во время терапии. Если у тебя есть склонность к самоубийству, или что-то в этом роде, ты не должен так круто менять свою жизнь. Но все эти ребята на Фейсбуке и в Инстаграме объясняют, скажите врачу, скажите, что ты хочешь свести счет с жизнью. Угрожайте ему, и тогда вам выпишут гормоны. Так дети и поступают, но терапевты не должны позволять ни детям, ни взрослым принимать жизненно важные решения, если они на грани суицида. И тем не менее, они позволяют подросткам, которые не в состоянии рационально мыслить, принимать зубоносные решения. В больнице вам не должны позволять заполнять формы согласия, если у вас нестабильный настрой. Это обычная практика, но ею пренебрегают. Все мои анализы, гемоглобин, гематокрин и уровень эритроцитов вышкаливали, так же, как и уровень глюкозы. И когда в моей карте появилась запись о том, что у меня развились все признаки диабета, мне бы советовали обратиться к врачу для прохождения дальнейших тестов. Я так и сделала. Я спросила, что со мной происходит. Но он сказал, да не переживай, ты в порядке, и выставил меня. Но в конце концов я стала чувствовать себя неважно и обратилась к другим врачам. Они мне объяснили, что я неправильно делаю уколы. Меня спросили, а у тебя случайно нет постоянного зуда в ногах? Я была потрясена. Я думала, что ноги чешутся от сухости кожи. Я сказала, да, зуд есть. И мне объяснили, что моя кровь начала сгущаться. Это могло привести к образованию тромбов. Я рисковала получить инфаркт, инсульт. У меня развилось заболевание крови. Но я, тем не менее, не была готова выйти из этой гендерной игры и признать, что ошибалась. Я была горда собой. Знаете, ты так стараешься, чтобы все поверили, что ты другая. Ты обязана поддерживать этот спектакль. Мой дедушка, который значит для меня больше в этом мире, чем кто-либо другой, приехал ко мне. Из его глаз стекли слезы, хотя он никогда не плачет. Он уговаривал меня, пожалуйста, пожалуйста, остановись. И я стала думать. Он никогда ни о чем меня не просил. Я должна это сделать ради него. На следующий день я переехала к нему и обещала, что остановлюсь. Я рассчитывала, что вернусь к нормальной жизни. Я и думать не могла, что теперь что-то будет со мной не так. Я не осознавала, насколько мое тело зависит от гормонов. На третьей неделе после того, как я прекратила инъекции, мне было очень плохо. Меня тошнило и рвало. Я совсем не могла есть. Мне пришлось несколько раз обратиться в отделение неотложной помощи, потому что боли были невыносимыми. Если бы я пошла в тот момент в гендерную клинику за советом, за медицинской помощью, и сказала бы, что прекращаю переход и хочу вернуться обратно, научите меня. И рассказала бы, что со мной разговаривает дедушка, и что я так же, как и мой дед, внутри на самом деле этого хочу. Если бы в этом уязвимом состоянии я позволила им говорить со мной, я бы снова попалась на их удочку. Я была на гормонах ровно год. Уже полтора года я не делаю уколов. Мой голос стал кругом. Есть еще кое-что, чего я никогда не смогу изменить. Я бы очень хотела справиться с этим, но вряд ли. Из этого состояния ты уже не сможешь вернуться. Мой голос изменился навсегда. Я не знаю, будут ли у меня дети. Под влиянием тестостерона мое тело стало мужеподобным. И еще есть много других изменений, которых я никак не ждала. Большинство людей сказали бы, что гормоны противоположного пола не полезны человеку, что тело для этого не создано. Попадая в твой организм, они причиняют большой вред. И через несколько лет, если ты решишь, что такая жесть тебе не подходит, ты не сможешь вернуться. Когда я из этого выходила, я думала, что это конец. Потому что я застряла в этом состоянии. Я поняла, что буду выглядеть так и звучать так всю мою оставшуюся жизнь. Но я стала ценить себя. Да, я теперь одеваюсь как женщина и делаю макияж. Я больше не слушаю, что говорят трансгендеры. Я с ними не согласна. Если кто-то захочет пойти по моим следам, я буду молить его подождать очень долгое время. Пожалуйста, не делайте этого. Потому что вы причините себе такую боль, которую не испытывали никогда. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...